Детские сады «Семицветик», «Аннушка» и «Кораблик» провели между своими учреждениями конкурс профмастерства на звание лучшего педагога. За победу боролись 25 человек. В итоге 9 из них вышли в финал. Не каждому дано быть воспитателем, но те, кто приходит в эту профессию, остаются в ней навсегда, каждый раз узнавая что-то новое и самосовершенствуясь. Каждый из них достоин нашего уважения и восхищения. И тому подтверждение конкурс профмастерства «Лучший педагог дошкольной образовательной организации», на котором 9 представителей трех детских садов города рассказали о своих успехах и достижениях. Среди участников Ирина Рочева. Ее педагогический стаж составляет 25 лет. Из них 17 лет Ирина Васильевна работает в детском саду «Аннушка». 10 лет занимается изо-деятельностью. У меня часто ходят занятия, открытые занятия. По 15-20 человек, воспитателей. Не было такого волнения, как перед жюри, потому что все-таки жюри – это оценка определенная твоей деятельности. Действительно, ты посмотрел на себя по-другому немножко. Это очень важно, когда ты находишься не в своем котле, а когда ты развиваешься. Все равно педагогу надо развиваться. Для этого надо, чтобы кто-то другой посмотрел на твою работу и оценил ее. Вот сделаем мы свои выводы и будем дальше работать, трудиться. Рассказать о своих достижениях, поделиться опытом работы и научиться чему-то у других. Для этого и проводятся конкурсы профессионального мастерства. Каждый из участников представил жюри свое портфолио. Все они были оригинальными и очень содержательными. По словам воспитателя детского сада «Семицветик» Инны Слотиной, подготовка к конкурсу была очень интересной. Мне понравилось подготавливать портфолио, потому что я человек творческий. И мне это вообще по душе, работать в разных компьютерных программах. Поэтому это было самым интересным. Сложно, но сложности нет, наверное, никакой особо не было. За звание лучшего педагога дошкольной образовательной организации боролись 25 воспитателей детских садов «Аннушка», «Семицветик» и «Кораблик». Но в финал конкурса вышли только 9 из них. У нас проводятся раз в два года региональные конкурсы. И в этом году такого конкурса нет. И мы решили между детскими садами провести вот такой конкурс. Года три назад был тоже конкурс между педагогами других детских садов. Были разработаны критерии для жюри. Оценивала компетентность жюри – это представители Ниньского социально-коммунитарного колледжа, Ниньского регионального центра образования и старшие воспитатели других детских садов города. Выбрать лучшего из лучших жюри было непросто. Ведь каждый из конкурсантов достоин почетного звания. И все же от правил отступать нельзя. Финалистов должно быть трое. В номинации «Лучший воспитатель» победу одержала Инна Слотина, представляющая детский сад «Семицветик». Еще одна представительница этого дошкольного учреждения, Марина Копылова, признана победителем в номинации «Лучший молодой педагог». В номинации «Лучший специалист» одержала победу Елена Акимова из детского сада «Аннушка». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.